Свято-Успенский собор Свенского монастыря строится стабильно хорошими темпами. На средства, которые поступают из всех источников, бюджета области, пожертвований, епархии, организаций и частных лиц, закуплен практически весь необходимый кирпич. На сегодняшний день освоено уже 53 миллиона рублей. За оставшиеся месяцы перед началом зимы необходимо завершить возведение и укрепление стен и постараться сделать крышу. К слову, собор Успения Пресвятой Богородицы строится с соблюдением всех исторических деталей. Это будет полная реконструкция храма, построенного в 1758 году архитектором Иваном Мичуриным. Примерно еще около 30 миллионов рублей. Может быть, чуть больше. У нас здесь мета учитывает уже целый ряд других работ. Поэтому с крестами, с устройством кровли, с устройством главок, монтажом электропроводки, монтаж окон и двери, если полностью убрать этот объем, мы видели это лето следующего года, всего еще нужно примерно 90 миллионов рублей на весь объем. Чтобы не сбавлять и даже ускорить темп строительства, глава региона предложил разделить обязанности по специализации. К примеру, директор деревообрабатывающего предприятия Яков Такваров берет на себя ответственность за столярные работы. На его предприятии могут сделать окна, двери, напольные покрытия. Нам надо, наверное, этот объект так и подойти, что столярка, один там, инженерные сети, и то инженерные разбить, освещение, кто-то, отопление, кто-то, базификацию, кто-то, благоустройство, кто-то, иконостас, кто-то, купола, кто-то. Вот если мы подразобьемся, тогда конкретный человек, он будет понимать и стоимость, и искать деньги. Я думаю, вот этот подход ускорит. Благоустройство, прилегающее к монастырю территории и дороже к Успенскому собору, решили поручить Александру Панченко. В планах руководства региона завершить основную часть восстановительных работ к июлю следующего года, а именно к 70-летию образования Брянской области. Александра Седачева, Александр Егоров. События. Брянский район.